Амари Рая. Отель, который носит историю мальдивского Робинзона. Робинзона по имени Себастьян. А полную историю вы увидите в этом фильме. Смотрите новый обзор. Амари Рая Мальдивс – это новый курорт с уникальной арт-концепцией. Пятизвездочный курортный отель Амари Рая Мальдивс расположен на атолле Ра. 187 пляжных и водных вилл, в том числе семейные. Множество вариантов питания и разнообразное развлечение никого не оставят равнодушным. Здесь будет одинаково комфортно с семьями, с детьми, парами и компаниям друзей. Друзья, приветствую вас на нашем канале Карповичи. Мы находимся в аэропорту Мале. Это зона, где всех встречают. У нас сегодня обзор новейшего отеля на Мальдивах – это Амари Рая. В отель Амари Рая можно добраться двумя способами. Есть два вида трансферов. Это гидросамолет. И второй вариант трансфера – это местная авиалиния. Прямо в шаговой доступности, ну, как всегда, нас встретили представители нашей компании «Близ Мальдивс» и представители отеля. Сейчас сдаем багаж, регистрируемся на рейс и летим. Хочу сказать, что это очень комфортабельный бизнес-зал, потому что, ну, скажем, лаунж-зал в местных авиалиниях, ну, он попроще, конечно, будет. Тут мне приятнее все-таки ожидать наш внутренний перелет. Ну, и большинство гостей, как я знаю, любят гидропланы, потому что это отдельная история посещения Мальдивских островов. Ну, могу сказать, что я выбираю все-таки перелет на гидроплане. Вот, ну, на это стоит посмотреть однозначно. Честно говоря, у меня были посадки на гидроплане не совсем комфортные. Бывают такие случаи, что ветер, волна. Но всегда любой остров имеет подветренную зону. И на самом деле гидроплант всегда можно посадить у отеля просто с разных сторон. Вот нас сразу встречает русскоязычный персонал отеля. Сколько у вас русскоязычного персонала? Пока что нас только двое. Только я и моя коллега Анастасия. И помимо этого у нас есть еще художница. Она тоже русскоговорящая. Мы начнем обзор этого отеля. Покажем все виллы. Я уже прочитал, 8 ресторанов есть, да? Да, но пока что открыты только 4. 4. Еще пока строятся. Понятно. Новый отель. Он, как правило, запускается пару лет. Но новые отели посещать любят все. Абсолютно. Вот так вот везут наши вещи на виллу. Красивый остров. Очень зеленый. Прям джунгли-джунгли. Начнем с осмотра водных вилл. Это у нас водная вилла без бассейна, площадью 57 квадратных метров. Водных вилл у нас всего 30 на одной стороне, да? 30 на другой. Значит, 16 водных вилл у нас стандартных идет. И 16 водных вилл с видом на закат. Те виллы в отеле имеют ринстичный дизайн. Это очень уютно. Немножко расскажу о нашем гардеробе. У нас есть здесь по стандарту 2 халата, 2 тапочек. Также у нас есть 2 жилета на экстренный случай. Надеюсь, что нам это не понадобится. Также есть утюг, гладильная доска. Помимо этого есть пляжная сумка. Два зонтика на всякий случай, если пойдет дождь. У нас есть сейф. Также на всех виллах есть москиты-спрей для кожи. Фумигатор. И спрей, чтобы использовать за пределами виллы, если вам нужно. Помимо этого у нас есть также на острове обработка 2 раза в день. Мини-бар отдельно оплачивается. Так приятно смотреть на все новое. Умывальник, дождь, туалет. Отдых на Мальдивах может быть по-настоящему крутым. Особенно, если знать, к кому обращаться. Комплексные предложения по отдыху и лучшие цены. Отели с премиальным сервисом. Элитные яхты. Захватывающая рыбалка и ни с чем не сравнимые эмоции. Все это на канале Карповичей. Подписывайтесь. Здесь самые интересные предложения и советы для качественного отдыха на Мальдивах. Пишите мне в WhatsApp или Telegram по номеру плюс семь, три девятки, три пятерки, три восьмерки ноль. Я организую для вас самый лучший отдых на Мальдивах и рыбалку. И не только. Ну, как всегда, я люблю исследовать рифы вокруг отелей. И вот в этом отеле с одной стороны риф выходит прямо на сторону океана, а с другой стороны внутрь Атолла. Сейчас видно по течению. Вода очень чистая. Идет прилив. И получается, вот течение уходит в океан. Не рекомендую никому повторять этих действий в отелях. Всегда делайте все движения подобные через дайвинг-центр. Проконсультируйтесь, куда можно плыть, где безопасно. Ну и лучше, конечно, с инструктором. У меня вот профессиональные карбоновые ласты. Ну и большой опыт плавать в морях и океанах. Поэтому я это сделаю самостоятельно. Покажу вам риф вокруг этого прекрасного острова. Ну что, сейчас будем нырять. Руками! Их тут реально много. Наш первый ужин в Амаре Рая. Это основной ресторан в отеле. Тут проходят и завтраки, и обеды, и ужины. Сегодня тигровые креветки с картофельным пюре и спаржевой фасолью. Ммм, какая красота! Приятного аппетита! Завтра продолжим просмотр этого нового прекрасного отеля, который в принципе в очень невысоком ценовом диапазоне для Мальдив. Поэтому нужно всегда посещать отели, которые открываются. Это отель 23-го года, он абсолютно новый. Сейчас сделаем осмотр бич-виллы с бассейном. Посмотрите, сколько зелени на этом острове. То есть он, конечно, дышит своей натуральностью, природой. И вот через такой тоннель, тоннель зелени, мы заходим на виллу. Мы осматриваем фэмили бич-вилла. Она без бассейна, с двумя спальнями. 137 метров квадратных. Здесь два входа на виллу. Соответственно, при желании, если это компания друзей, можно закрыться, вот эти двери закрыть, а уже встречаться там вместе на улице. Несмотря на то, что у нас сейчас идет легкий тропический дождь, все равно вот эта вот приватность, она видна. Красота. Посмотрите, есть еще и гамак. Вот тут можно собираться устраивать семейные посиделки. Ну а если вот моросить дождь, как сейчас, можно просто либо залезть в теплый океан. Из виллы виден проход на вторую линию водных вилл. Вот, ну прямой вход в море, красивый песочек. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Сейчас пришли на завтрак в ресторан Amaya Food Gallery. Тут проходят и завтраки, и обеды, и ужины. Мне кажется, вот эта даже погода немного дает какой-то особенный контраст, потому что включена подсветка ресторана с утра. Очень красиво. Тут кроме нашей съемки еще проходит профессиональная фотосессия. Отель новый. Все приезжают, фотографируют, рассказывают, публикуют. А сейчас мы пришли в ателье, и русскоязычный сотрудник Анастасия расскажет нам историю острова. Это совершенно особенный остров, потому что резорт на нем построен, исходя из того, что это абсолютно естественная структура, здесь почти ничего не было изменено. То есть все деревья, все, что здесь есть, флора, фауна, все это оставлено в естественном виде, и поэтому здесь есть много всяких животных и растений, которые могут не встретиться на других резортах. Одна из основных важных составляющих этого резорта – это его как бы основополагающая история. Итак, существует легенда, что много лет назад на этом острове застрял художник по имени Себастьян. Мы называем его Сеп. Его лодка разбилась, когда он путешествовал из Индонезии, и его прибило к берегу этого острова. Он построил здесь разнообразные структуры, такие как Watchtower. Также он сделал здесь мастерскую, и все эти структуры, которые он сделал, построил, до сих пор доступны для посещения. Также на берегу можно найти его лодку. Мы здесь занимаемся тем, что называется резинарт. Это, значит, создание из двух компонентов эпоксидной смолы картин, которые больше всего похожи на море, на Мальдивы, на лагуны. Основное, чем мы занимаемся здесь, это мы делаем такие вот маленькие и большие штуки, и гости могут забрать с собой вот эти кусочки воспоминаний, которые содержат мальдивский песок, мальдивские ракушки и так далее. То есть это очень интересный экспириенс, который редко в каком отеле можно пережить. И, кроме прочего, еще можно сделать свечу с ароматом мальдивских приключений. Смотрели фэмили бич-виллу, которая с двумя спальнями, и теперь посмотрим на бич-виллу. То есть она ничем не отличается, только в ней одна спальня. Бич-вилла площадью 61 квадратный метр. Такой же дизайн, как на всех виллах. Санузел такой же. На данный момент у нас есть много активитей, которые организованы нашей командой. Например, у нас есть волейбол, а также у нас есть ватерпола, аквазумба, футбол. У нас уже готово футбольное поле. Также, помимо этого, вы можете забронировать сессию йоги на рассвете либо на закате. У нас также есть йога-павильон для этого, либо мы можем организовать это занятие на пляже. То есть гостям очень интересно. Также очень много людей бронируют йогу, например, сандрайс-йогу или сансет-йогу. Также здесь у нас есть небольшая зона для детей, чтобы поиграть. Помимо этого, у нас есть батуты и зиплайн. У нас у каждого было по 30 минут бесплатного СПА, но я свои 30 минут продал жене. Ну, для тех, кто не знает, Амари – это тайская сеть мировая. И тут, конечно же, очень много присутствует прямо в стиле и духа Таиланда. Сейчас мы осмотрим бич-пул-вилла площадью 73 квадратных метра. Таких 50 вилл в отеле. Ну, я вижу, здесь немного больше комнат. Да, то есть тут получается как спальня, совмещенная с гостиной. Прошу обратить внимание, что на бич-пул-вилла побольше площадь, чем на стандартных виллах. И, соответственно, больше спальня. Она уже совмещена как с небольшой гостиной. Очень уютно на улице. Вот небольшой бассейн на вилле, лежаки и прямой выход к океану. Здесь у нас есть все необходимое. Например, телефон, где можно позвонить на ресепшн, если гостям, например, что-нибудь нужно. Также есть блокнот, есть часы-колонка. Которые вы можете подключиться через Bluetooth. Вот прошу обратить внимание, что на водных виллах дизайн картин связан с подводным миром. А на береговых виллах весь дизайн связан с тропиками. Вот повторяет как бы дизайн Амазонки, ну или в принципе дизайн тропиков этого острова. Сейчас посмотрим спортзал. Спортзал работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Достаточно использовать свою карту. Все есть для того, чтобы сохранить свою физическую форму. Опять же, вот такой прекрасный вид. Вокруг все зеленое. Это небольшая зона йоги, но еще есть, конечно же, как во многих отелях, это на рассвете и на закате йога прямо на пляже. Вот тут достаточно такое приватное место для небольшого количества гостей. Но опять вокруг вот это вот зелень и красота. Давайте посмотрим, где наш мальдивский Робинзон заходил на башню и смотрел, когда же его спасет кто-нибудь наконец-то. Проходим последний пролет. Да, ну вот тут, наверное, и нашел наш Робинзон мальдивский первую лодку, которая его спасла. Вот такая интересная башня. Я думаю, не только детям, но и всем взрослым понравится. Ну что, идем к крабам. Обалдеть! Смотрите, что здесь. Сколько нор. И тут крабы реально большие. Мне сказали сюда ногами не лезть, но я же полез. Я только что видел там большого краба. Видите, сколько мути надел? Вот. Вот там был краб, он прям спрятался в домик себе. Я должен показать краба. Видите, щупальца торчат, какие большие. Вон он. Сейчас покажем вам еще две водные виллы Deluxe Ocean Villa. Они с бассейном. Каждая по 70 квадратных метров. Эти виллы чуть увеличенные. И с этих вилл вы можете видеть и рассвет, и закат. Такая же площадь, но уже спальня, совмещенная с гостиной, увеличенного размера. Есть бассейн в каждой вилле. Ну и так же удобный спуск в воду. Ну и как я говорю, тут можно наблюдать и рассвет, и закат. Санузел на вилле такой же, имеет абсолютно такую же планировку, как и на всех виллах. По центру между водными виллами на берегу располагается пул-бар с бассейнами, детский бассейн, также бассейн для взрослых, зона, где можно поиграть в волейбол, еще батут большой, вот такой вот пляж, можно поваляться на гамаках, такой бар на пляже у нас. Hello! Короче, начинается какой-то экстрим. Серьезно? Здесь вокруг, вокруг джунглей жена не согласна, я пытаюсь от него бежать, убежать вот сюда в кусты, найти крабов. Я здесь днем, просто вот эти норы, они куда-то все повылазили. А я знаю, где больше нор есть, я туда ходил сегодня. Пошли туда. Давай не спешите, вот где-то там должны сидеть снаружи, вот там очень много нор, там вот. Все смотрим, вон краб, огромный, вот это клешни. Вон он, я такого еще не видел. Какой большой! Вау! Класс, я его снял, наконец. Ничего себе! Паучище! Обалдеть! А вот краб! Ура! Мы краба нашли! Большой, смотрите какой! Как боровик в лесу. Это крабовик. Привет! Вау, бежал, смотрите! Смотрите, он на нас нападает! Обалдеть! Конечно, укусит! Ты что? Дай ему скажу, привет! Смотрите, что происходит! Как он, он все видит, у него глаза смотрит 360 градусов. Ну что, на этом мы и заканчиваем обзор этого прекрасного отеля. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новые обзоры, они будут не менее интересные. Мы побывали сейчас на острове Мальдивского Робинзона Круза, и здесь стоит побывать каждому из вас, и, естественно, вашим детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова